ДИАЛОГ ДИАЛОГ Уже когда переваливает год за 9 месяцев, мы обязательно говорим об урожае, потому что плоды уже приносят то, что было когда-то посажено. И считалось раньше, как мы с вами говорили, что после покрова уже понятно, с тем удался ли сельскохозяйственный год, если можно так выразиться, правильно я говорю или нет. И можно ли сегодня сказать, удался ли год этот прошедший, уже уходящий в сельскохозяйственном отношении? Да, осталось уже два месяца до окончания года, и уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Конечно, год был непростой, но легких лет в сельском хозяйстве не бывает, потому что редко, когда бывает идеальная погода, когда солнышко и дождик как по заказу, и в необходимом количестве. Всегда какие-то трудности погодные, но тем не менее... Скажите, вот этот год с сельскохозяйственным отношением, погодным, он был удачно погодно или был неудачно погодно? Знаете, весна была очень хорошая. Мы посеяли весной площади выше уровня прошлого года. Потом сформировался хороший урожай. Были достаточное количество влаги, тепла, и урожай сформирован был очень хороший, виды на урожай были замечательные. Но потом, в июле-август пошли постоянные дожди, особенно это касалось нескольких районов близких к Новгороду, Новгородске, Солецке, Шимске районы, где норма осадков превышала даже в четыре раза. И за счет этого вот такой прекрасно сформированный урожай сложно было убрать. Сроки уборки стали сдвигаться, пока техника не смогла выезжать на поля. И поэтому за счет этого урожай получился у нас ниже по предварительным итогам. Уже урожайность несколько ниже, вернее урожайность высокая с тех полей, которые полностью смогли убрать. Но часть полей не смогли убрать. Но вот за счет того, что, во-первых, большая площадь была занята под картофелем, под овощами, под зерновыми культурами, за счет того, что использовались более современные сорта, которые дают более высокие урожаи. А зимых у нас было посеяно вот в этом году, в прошлом году было посеяно в два раза больше. И под урожай пошло большее количество зерновых. Вот за счет этих нескольких факторов мы сейчас уже готовы говорить о том, что все-таки урожаем, мы по сравнению с прошлым годом, у нас общие цифры будут не ниже прошлого года. Во всяком случае, вот предварительное такое... Хотя надеялись на большее, да? А надеялись, конечно, надеялись на большее, на увеличение значительное. Но сейчас рады тому, что вот сохраняем уровень прошлого года, потому что в целом вот по объему хозяйственной продукции, за счет того, что в животноводстве мы с плюсом сработали, вот уровень будет растеневодства прошлого года, за счет этого мы вот получим большее объемы и продемонстрируем динамику положительности. Но ведь это же еще очень важно, наверное, для того, чтобы больше был урожай, пришлось сельчанам больше вложить, да, тем, кто работает во всех этих комплексах, в сельскохозяйственных, там и фермерам и так далее. А урожай у них получился меньше, поэтому, естественно, как бы выгоды они получат меньше, и в этом смысле, наверное, это тоже не совсем. Естественно, нет. Дело в том, что очень в значительной степени зависит от цены продажи. В прошлом году получили, например, по картофелю очень хороший урожай, но по картофелю была низкая цена. Причем она была низкая не как осенью, как это обычно бывает, а в течение всего сезона. И вот сейчас я уже разговаривала... Это же здорово, кстати, для покупателей. Да, для покупателей хорошо, да. Но, вы знаете, для покупателя доходит цена уже, когда она с накрутками со всеми, я говорю, о низкой оптовой цены. А так я не думаю, что почувствовали покупатели, что картофель был очень по низкой цене. 15-16 рублей килограмм, это больше не одержалось. Потому что на протяжении всего сезона это удивительное достижение, я бы сказал, для меня, как и для покупателя. Для покупателя, да. Ну и за счет объемов хозяйство получили прибыль. А в этом году, я уже разговаривала с фермерами, говорят о том, что несмотря на то, что у некоторых, кстати, получился урожай не меньше, чем в прошлом году, но даже у тех, у кого поменьше, они говорят о том, что за счет цены у них экономика, получается предприятие достаточно хорошее. Для них это очень важно, потому что для нас это важно, чтобы цена не скакала на сельхозпродукцию, и чтобы был большой выбор. И я хочу сказать, например, то, что касается того же картофеля, то сегодня я ходил купить, и когда я подошел к одной из машин, которая стоит на центральном рынке, то я просто четко абсолютно заметил, что стало больше сортов. Помимо того, что картошка сухая, на ней не видно какой-то, знаете, разнокалиберности и так далее, что всегда мне, например, не нравилось, и, наверное, это не должно быть. Ну, а во-вторых, еще очень много сортов. То есть сортов 12-15 я насчитал около одной машины. Разные картофеля. Значит, все они по-разному называются. Я, правда, все равно один свой сорт. Как бы обычно покупаю, но подумал, надо будет, наверное, купить в этот раз два сорта на зиму, и оставить один рассыпчатый, а другой для жарки какой-нибудь скармик. Вы очень точно заметили. Дело в том, что у нас, несмотря на то, что создано пять семеноводческих хозяйств, работают три логистических центра, несмотря на это и то, что по объемам производимого семенного картофеля мы обеспечимся полностью. Но, тем не менее, у нас хозяйство очень... Крестьяне работают на то, чтобы покупать новые сорта, производить сортообновления, сортосмену, увеличивать площадь элитных посевов. Вот в этом году создана была меристемная лаборатория по картофелю. Это создается материал безвирусный. Он полностью не заражен никакими ни болезнями, ни вирусами. То, что может быть, когда покупаешь картофель, вот более низких репродукций или массовой репродукции, как вот в хозяйствах населения, как правило, бывает. Вот этот картофель, он безвирусный. Он выращен в специальной лаборатории из кусочка растения. И затем в теплицах выращены микроклубни, которые в следующем году их высадят фермеры и получат так называемую супер-супер элиту. То есть это очень высокого качества посевной материал. И вот сорта, которые выращиваются именно таким способом, они подбираются именно те, которые устойчивы и к болезням, и в частности к перевлажнению, с которым мы столкнулись. Почему я сказала, что очень разные урожаи получили? Потому что если высаживали сорта, которые устойчивы к болезням и к перевлажнениям, то получали очень высокие, до 400 центнеров и выше, получали хорошее урожае. То есть вот на это направлено сейчас именно на такие семеноводческие направления, на семеноводство, создание собственного семенного фонда. Кроме того, на изменение системы хранения картофеля. Строится хранилище и переоборудуется современными системами контроля климата, современным оборудованием, проветриванием, системой вентиляции. Вот эти все моменты, то есть строится нового уровня картофелехранилища. И вот эти моменты, они позволяют сохранить еще, сохранить собранный урожай, делать его. И вот те логистические центры, которые есть на территории области, они еще этот урожай для покупателя делают приемлемым, более интересным для покупки. Это когда первичная идет доработка, это чистка, мойка, фасовка в небольшие сетки, удобные для покупателей. И уже картофель, овощи, он идет уже не в мешках, навалом, не нужно выбирать грязные овощи, а именно такой презентабельный вид. И, естественно, это более высокая цена, но покупатель должен выбирать, и это хорошо, что у него есть право выбора, либо такое, либо такое, а для фермера все-таки это экономика и доход. Хорошо. Я напомню нашим зрителям, что мы говорим сегодня об итогах, ну, таких предварительных итогах сельскохозяйственного года 2016-го. У нас в гостях Елена Витальевна Покровская. Ну, и обращайте свои вопросы к нашей гости. Тюрефон нашего эфира 6-7-9-7-6-7. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу. Хочу вас спросить, ну, не картофелем, не хлебом единым жив человек. У нас, говорят, картофель – это второй хлеб, но не только картофелем. Свекла, морковь, сельдерей, я не знаю, корневой там и много-много всего. Вот если даже говорить об этих клубневых культурах, да, вот как они с ними? Как у нас тоже, как бы не забыли мы про них, вернее, наши сельхозпроизводители? Нет, вы знаете, в прошлом году получили вот 117 тысяч тонн овощей. Это самый высокий урожай за всю историю, вот, как бы, области по овощам. Значительная, конечно, степень, это сформировано овощами закрытого грунта, которые у нас значительно прибавили по объемам, но и овощами открытого грунта. Это тепличные хозяйства. По итогам 9 месяцев мы идем 130% к уровню прошлого года по общему объему овощей. Если говорить об открытом грунте, это где-то порядка 90 тысяч тонн овощей. И 38% это морковь, 25% капуста, ну и другие овощи. Небольшое количество там лука и свеклы. Вы знаете, вот хочу сказать интересный факт. Буквально вчера пришло письмо мне из журнала «Перспективы картофелеводства», такой есть российский журнал, где предложили написать статью по моркови, поскольку наш регион вошел в пятерку лидеров по производству моркови. Вот мне этот факт очень порадовал. И такой мир гордости. Ну, вы знаете, если говорить о моркови, то я хочу сказать, что вот здесь такого разнообразия я не наблюдаю. То есть вот морковь, она все время одна, такое ощущение, и та же. То есть такое ощущение, что у нас там один-два сорта всего. А она же бывает и фиолетовая там, и какой только не бывает, и по вкусу немножко разная. Вот в этом смысле, мне кажется, у нас такого разнообразия, как с картофелем, уже нет. Так же это дело касается и свеклы, там тоже два-три, так мне кажется, сорта. Хотя, может быть, я не совсем прав, естественно, как не специалист. Вот мне кажется, к этому разнообразию все большему и большему нужно как-то стремиться, потому что спрос, мне кажется, будет у людей. Ну, возможно. Но, знаете, если по картофелю, например, сразу видно, это вот или розовый картофель, или белый, мякоть отличается. По моркови вы вот этого не увидите, даже если разные сорта. Но даже по свекле можно еще увидеть, потому что там или цилиндрическая бывает, или разные там. А морковь все-таки, она вот такая одного вида. И, наверное, это обусловлено все-таки спросом. Может быть, наш покупатель не готов покупать фиолетовую морковь? Не надо предложить, я вот уже готов. Мне интересно. Ну, хорошо, скажите мне, пожалуйста, можно ли сказать, что таким образом, то, что касается вот этих растений, корешков, что называется, вот мы, по сути дела, обеспечим Новгородскую область и, возможно, даже что-то продадим еще и нашим соседям, там они куда-нибудь на север, в Магаданскую область, где все это хуже растет гораздо или вообще не растет. Значит, и таким образом получим еще и какой-то определенный доход. Да, я имею в виду область, но и, конечно, прежде всего, сами сельхозпроизводители. Да, ну, конечно, это овощи, картофель, зерновые культуры, многолетние травы. У нас на зиму заготовлено по 27 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Это очень хороший результат. Это достаточно для того, чтобы полностью обеспечить кормами животноводство. Ну, конечно, и сильные корма – это зерно, зерновые у нас зерновые на корм выращиваются. Но объемы их… У нас хоть и динамика хорошая по зерновым, мы за последние годы почти в три раза увеличили производство зерновых, но по объему это не очень большие цифры, это 50 тысяч тонн. Но на фоне того, что в нашей стране в этом году получен рекордный урожай зерна, это прогнозируется 115 миллионов тонн, давно у нас не было такого урожая. То есть где-то погода все-таки была гораздо лучше, чем… Да, как раз Житница, Краснодарский, Край Ставрополь, Сибирь, очень хороший урожай получили. Но мы тоже не отстали все-таки немножко, да? Нет, но мы тоже хорошо, я считаю, сработали по зерновым. И вот если говорить об урожайности, то она у нас в последние годы где-то вот порядка 27-30 центнеров, в то время как, например, в советские годы было 8 центнеров в среднем, 8-12. То есть в три раза, по сути, а в четыре даже? Да, то есть были, конечно, и хорошие урожаи, но таких урожаев, как получает, например, новгородский бекон, когда по 50, даже по 70 центнеров с гектара собирают урожай, это, конечно, таких не было достижений, но не было таких сортов, надо сказать, и системы защиты растений, то есть общая технология, она не была такого уровня. Но, тем не менее, вот это вот очень высокие достижения. И давайте прервемся на этой замечательной фразе, это хорошее высокие достижения, и послушаем нашего телезрителя, уже давно висит. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, погромче немножко. Елена Витальевна, скажите, пожалуйста, будет ли построена вот ферма по выращиванию индейки и кролика у нас? И вообще, какие вот инвестиционные проекты планируются в следующем году, допустим, а насколько, может, в этом году уже реализовывались? Спасибо. Спасибо. Да, у нас планируется по индейке у нас проект в Боровическом районе, по кролику у нас два проекта в Боровическом и Старорусском районе, по козьей ферме, это тоже Боровический район, Пирос, планируют в Волотовском районе на 2400 голов молочного стада построить ферму, это Новгородский бекон, в Чудово молочно-товарная ферма завершается строить, там две, кстати, фермы. Есть проекты у нас, и которые реализуются на сегодняшний день, и тот же Новгородский бекон в Волотовском районе заканчивает строительство свинокомплекса, еще вторую очередь планируют свинокомплекса. То есть во всех направлениях у нас есть проекты и есть точки роста. Ну а когда индюшатину начнем мы уже Новгородскую видеть на прилавках? Надеюсь, что в 2018 году, потому что если в 2017 году построят, то в 2018 начнется производство. Хорошо, ну вот цыплят по осени считают, да, известная фраза, ну и птицеводство у нас, которое нынче в основном выражается именно все-таки в курятине, что называется, да. Вот как в этом году, все там хорошо и с яйцом, и с куриным мясом? Ну, животноводство, это у нас три направления. Это мясо, яйцо и молоко. По мясу у нас все хорошо, по мясу мы идем с опережением прошлого года, где-то 106% по итогам 9 месяцев мы плюсуем по мясу. По яйцу тоже 4% в плюсе. Это основной производитель яйца, это, конечно, гвардеец у нас. Сейчас он ведет реконструкцию, сейчас с корпусов закупает племенной материал, и при этом он не сокращает производство. То есть реконструкция идет параллельно с существующим производством, что в дальнейшем даст увеличение по яйцу. По молоку, должна сказать, что впервые за последние почти 20 лет мы не минусуем по молоку, потому что население у нас все время минусовало, сельхозорганизации не могли, и фермерские хозяйства перекрыть этот минус. На сегодня мы в какой-то баланс такой пришли. То есть у нас 100, 101% в течение всего этого года по молоку мы демонстрируем за счет сельхозорганизаций крестьянско-фермерских. Потому что личные подсобные хозяйства, они все равно у нас уменьшают производство молока. Это, наверное, закономерный процесс. То есть придут все равно на смену большие комплексы. То есть какие-то, возможно, экофермы будут существовать. Большие комплексы и фермерские хозяйства. Я бы вот здесь все-таки подчеркнула, что молочное животноводство, оно такое вот... Это развитие территории. Это не как птицефабрика или свинокомплекс, которые точечно дают объемы большие, но точечное все-таки развитие. Молочное животноводство, так же, как и мясное КРС, крупнорогатый скот, оно развивается в фермерских хозяйствах. И вся Европа – это фермерские хозяйства и более крупные комплексы. То есть здесь вот от личных подсобных хозяйств, конечно, нужно уходить. А фермерские хозяйства, развитие их, конечно, нужно на это ориентироваться. И у нас вот уже с 2012 года существует программа по поддержке фермерских хозяйств, грантовая поддержка. Это гранты выдаем на начинающих фермеров и на семейные животноводческие фермы. Грант выдается... Средний размер гранта по 2016 году для начинающих – это где-то миллион триста, для семейной животноводческой фермы порядка четырех с половиной миллионов. Не самые маленькие деньги, так что я думаю, что это все-таки ощутимая какая-то. Да, во всяком случае, на этом можно начать. Фермерское хозяйство можно построить при участии, конечно, из собственных средств семейную ферму, такую небольшую, на 50-100 голов. Но вот это вот как раз то направление, которое мы считаем сейчас вот и в следующем году в бюджете увеличиваем средства на это направление. Считаем, что вот это вот крестьянские фермы, развитие крестьянских хозяйств – это все-таки то направление, которое мы недостаточно уделяли внимания. Считаю, что это вот перспектива нашего развития. Хорошо. Спасибо вам большое. Ну, вы знаете, вот мне кажется, то, что у нас, по сути дела, не было звонков, кроме одного звонка, за который спасибо большое нашему зрителю, вот, это говорит о том, что, видимо, все-таки, ну, люди в определенной степени довольны тем, что происходит на сфере сельского хозяйства. У них есть молоко, у них есть мясо, у них есть яйца, у них есть курятина, у них есть хлеб, вот, и потому что я помню, было и годы, когда звонков было очень много, и все были, а почему у нас нет того всего 3-го и 4-го. Так что спасибо большое, что пришли к нам и рассказали о сегодняшнем дне в сельского хозяйственного городской области, ну, и наверняка еще встретимся в этой студии. И спасибо большое нашим зрителям за то, что, я надеюсь, хотя они не задавали много звонков, но смотрели нашу программу. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова